Девушки отдыхают Первый в 7 часов 52 минуты по московскому времени на станции Лубянка, второй около 8 часов 36 минут на парке Культуры Радиальной. Позднее стала появляться информация о взрывах на беговой проспекте Мира, но она не подтвердилась. В обоих случаях взрывы прогремели в первых вагонах поездов. Вот что тогда КАДВАКА сообщил глава пресс-службы московского митрополитена Павел Сухарников. Нет никаких взрывов. Взрывы были два на Лубянке и на партии Культуры. Эта информация не знает, куда взялась. Проверьте, пожалуйста, чтобы у нас умерли панику. Официальный представитель СКП России Владимир Маркин заявил, что на Лубянке погибли 23 человека, 18 пострадало. На станции Парк Культуры погибли 12 человек, 20 получили ранения. Пострадавших принимали 11 лечебных заведений. Три человека скончались в больнице. По последним данным, в результате двух терактов погибло 38 человек, 65 получили различные травмы. По словам главы Минздравсоцразвития Татьяны Голиковой, 8 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 25 в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести и удовлетворительном. Среди погибших детей нет. Люди молодые, в основном до 40 лет. Это примерно процентов 60 из числа погибших. Поезда московского митрополитена были взорваны с помощью гексогена. Об этом заявил глава ФСБ России Александр Бортников. По словам Бортникова, мощность взрывного устройства, приведенного в действие на станции Лубянка, составила около 4 килограммов тротила. А на парке Культуры сработала взрывчатка с поражающими элементами мощностью около 1,5-2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Оба взрыва на станциях Лубянка и парк Культуры прошли по аналогичному сюжету. Вот что по этому поводу рассказал к адвокар, руководитель службы взрывобезопасности города Москвы Адольф Мишуев. Это впервые в истории, в истории террористических операций на территории России. Кроме всего прочего прямого поражения и так далее, здесь еще рассчитано на такое психологическое воздействие. Вот мы сильные организации, чтобы вы не делали все, все равно не избежать нашего воздействия, нашей деятельности, направленной против, я бы сказал, людей. Сегодня тоже обращается внимание в выбор мест для взрыва. Это центр, пятная станция Лубянка. То есть, таким образом, силовикам как бы говорится, что вот у вас под носом происходят такие вещи, на что вы годитесь, зачем вы вообще нужны. Появились две версии произошедшего. По одной бомба была приведена в действие с мобильного телефона, по другой взрывное устройство ввез на себе террорист-смертник. Ответственность за взрывы в московском метрополитене взяли на себя чеченские сепаратисты. Такое заявление появилось на одном из сайтов, связанных с ними, передает CNN. По некоторым данным, на станции метро Парк Культуры была обнаружена отделенная тело глава молодой женщины, не разорвавшейся пояс Шахида. На станции Лубянка также обнаружены части тела женщины, которая привела в действие взрывное устройство. Позднее в Москве в розыск были объявлены две женщины, которые сопровождали террористов-смертниц до станции метро. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения. По факту взрывов было возбуждено уголовное дело по статье 205 «Терроризм». Мы сформировали вместе с комитетом по транспорту совместную рабочую группу. Туда вошли и представители правоохранительных органов, и спецслужб, и Министерство Венов, включая транспорта, с тем, чтобы в ближайшее время подработать современный законопроект по безопасности на транспорте. В частности, по этому законопроекту такие есть уже предложения, как освобождение от налогообложения собственников, которые закупают систему безопасности и внедряют на своих объектах. И еще один пример – это таможенная пошлина. На ту систему безопасности, которую не производит сегодня наша промышленность, но она эффективна. Если она заводится из-за рубежа, не облагать ее налогом. Нынешнее законодательство в отношении противодействия терроризму и так жесткое. Властям сейчас, особенно думцам, очень важно показать, что они нужны, что они реагируют на тот или иной информационный повод. К сожалению, данное действие совершенно бессмысленное. И необходимо менять систему взаимодействия правоохранительных органов и спецслужб, которая не подчиняется никаким законам. Показная деятельность, которую сейчас демонстрируют депутаты, она не будет играть никакой роли. Хотя, конечно, депутаты стараются показать, что они народу нужны. Хоть зачем-то. Московская милиция была переведена на усиленный режим несения службы. В городе введен план «Вулкан». Сотрудники столичной милиции взяли под особый контроль все станции московского метро, вокзала и места массового пребывания людей. В столице усилен паспортный режим. Движение по красной ветке открылось в 16 часов. Поврежденные поезда отправлены в депо. Опознано 22 погибших. Безусловно, будут усилены меры безопасности не только в метро, но и на всем городском транспорте. Независимо от того, кому транспорт принадлежит, частным перевозчикам, городу, здесь будут усилены меры профилактической работы. Вторник, 30 марта 2010 года, объявлено Москве днем траура по погибшим из-за теракта в метро. Семьям погибших из резервного фонда выделят 300 тысяч рублей и 18 тысяч на похороны. Об этом и говорится в постановлении правительства, которое сегодня подписал премьер-министр России Владимир Путин. Лицам, которые получили травмы тяжелой и средней степени тяжести, будет выделено 100 тысяч рублей, легкой степени тяжести – 50 тысяч. Позднее было заявлено об увеличении компенсации. Пресс-секретарь премьер-министра Дмитрий Песков сообщил, что в общей сложности компенсация составит 300 тысяч рублей, плюс 700 тысяч получат члены семьи погибших. Тем временем, специальной комиссии по расследованию теракта создано не будет. Об этом заявил председатель комитета по безопасности Владимир Васильев. Не думаю, что может быть нужна такая комиссия парламентская. Председатель комиссии по безопасности в Мосгордуме Инна Светенко согласилась с Васильевым. И вот почему. Дело в том, что генеральный прокурор Российской Федерации взял под личный контроль расследование этого дела. Поэтому сейчас будет заниматься этим прокуратура, кое должно быть следственное управление. И я думаю, что общественного контроля здесь не нужно, потому что слишком серьезно произошел террористический акт. Между тем, в Санкт-Петербурге три станции метро «Невский проспект», площадь Восстания и гостиный двор закрыты на вход из-за угрозы взрыва. Поезда следуют мимо них без остановок. В 17.30 справочного метрополитена поступил анонимный звонок о заминировании, сообщает пресс-служба петербургского метрополитена. Сейчас ведется проверка. А в Екатеринбурге в торговом центре «Мегаполис» найден пакет, в котором находились муляж пистолета и провода. Посетители эвакуировали. Первый день Страстной недели стал для Медведевской России черным понедельником. Теракты в любой столице – повод для кризиса власти. В Испании после 11 марта, правда, на выборах сменилось правительство. Премьером стал вместо ровесника Владимира Путина Аснара ровесник нашего Сергея Глазьева – Хосе Луис Родригес Сапатера. В Лондоне через какое-то время после атаки террористов сменился мэр. Красный Кен Ливингстон уступил кресло нынешнему – Борису Джонсону. Что можно сказать о 29 марта в Москве? Первым в эфир сразу на нескольких каналах вышел Дмитрий Анатольевич и подал обществу сигнал, что меры будут жесткими, но в рамках закона. Селекторное совещание с премьером из Красноярска нарочито проходило без силовиков. Можно подумать, что ролевая игра наконец вошла в конституционные рамки. Проблема в том, что граждане повели себя так, словно власти сами по себе, а правоохранительные органы и власть придержащие сами по себе. Полупустые вагоны метро стали привырублены из трафика главной артерии свидетельством страха и недоверия. Береженого Бог бережет, а патриарх Кирилл стыдит таксистов за взвинченные цены. Не по-христиански это. Редактор субтитров А.Семкин